Я вижу сундук. Очень любезно со стороны принца Йодера послать рыцарей нам на помощь. Нам на помощь? Имеешь в виду на помощь Эстеле Флину? Приходить сюда было безрассудно, но посылать помощь еще безумнее. Разве этот маленький принц не понимает своего положения? Уж такой он человек. Уверен, что случившееся безмерно его огорчило. Ты имеешь в виду Эстель или, возможно, Алексея? Обоих. Надо спешить. Эй, притормози! Что ты говоришь? Пока рано расслабляться. Мы даже не знаем, где могут скрываться враги, так что успокойся. Ты прав. Прошу прощения. Мы ребята гораздо расследительнее, чем... Не думай об этом, это наше общее дело. Патти, с тобой все хорошо? Со мной все хорошо. Просто отлично. Пойдем. Эстель ждет нас быстрее. Слова Алексея прозвучали так, будто Айфорд был одним из его людей. Это правда, что рыцари в редких случаях нанимают гильдии, но... Мы не знаем, работал ли Айфорд на него на самом деле. Да вообще ничего сейчас об этом говорить. Идемте. Флинн и Патти снова в Патти. А, так. Ну да, вот такая Патти. Флинн, похоже, твоя внутренняя борьба закончена. Ты когда-то понял, что Алексей замыслил мятеж? В последнее время распоряжения командующего стали казаться мне подозрительными. Когда Юрий предупредил меня в Нордополике, я словно увидел все предыдущие события в новом свете. И ты понял, что столкновение с Барбасом, Рагой и Кумором дело рук Алексея? Когда я узнал, что леди Эстелиза захвачена в плен, я уже ни минуты не сомневался. Жаль только, что я не сообразил раньше. И все равно ты раскрыл замысл Алексея без посторонней помощи. У нас есть еще время. Мы освободим, Астель. Правильно, Патти. Поможешь нам спасти леди Эстелизу? Ты еще спрашиваешь. Мы этому Алексею покажем. Аптимир, эй, эй, стоп. Хорошо. Ну, во, во, во. Вот так лучше. Мы просто помним, что у нас, во-первых, мы не совсем, ух ты. Ой, мы что-то тут творим вообще интересно. Ну-ка. А вот так? Эй, вот так я спикну. Ну, ну, ну. Вот так вот, ребятки. Блин, а плохо, что без Эстель нас некому лечить, по сути? То есть нам с вами придется полагаться на силу желе и готов. И это все, ну, не очень. Ха. А у Патти, кстати, как это. Как у Twisted Fate из League of Legends карт. Эээ, не, не нужен нам темный флакон. Хорошо. Тут что-нибудь есть? Есть враг. Эй. Ну, она на нас уже бежит. Интересно, а мы можем... Ой. Ха-ха-ха. Не, не можем бесконечно так кайфить. Это их раздражает. Ну, в принципе, мы сюда пришли не друзей заводить, а все-таки фигачить вражин. Флинн, а ты не мог бы бить кого-то другого, чтобы нас вот так вот в итоге не окружали и не фигачили толпой? Ребятки, ну возьмите себе другую цель, а? Не я не могу атаковать, не вы нормально. Что за дела? Эй. Стоять. О. Там Флинн что-то зафигачил, смотрите. Ух ты. А, ну правильно, мы всех, помните, экипировали не так давно? И вот он, наконец-то, бой, в котором все сейчас всякие новые приемы поизучают. Готово. Блин, ребят, всю ману потратили. Всю. Что же вы за люди-то такие? Стой. Ага. А толку не было в этом. Отлично. Ну, ладно. Так, что-то нам комбо все испортили вообще. Так, хорошо. Давайте-ка мы с вами переключимся на мага. Во. О, пати. А с чем она со сковородкой бегает? Ну, в принципе, вполне себе подобающее ее странностям оружие. Народ, ману не тратьте, пожалуйста. У нас даже ворона нет. У нас даже нет запасного нашего лекаря. Вот в чем беда. Что Алексей знает об апатеях? От него я слышал только о том, что в них таится невиданная мощь. Если союз сумеет их заполучить, гильдии смогут серьезно противостоять империи в полномасштабной войне. Именно поэтому для сбора и охраны апатей были отправлены рыцари. И какой был смысл похищать Эстеля и использовать власти Гермеса? Алексей составил коварный план. Но какой именно? Алексей до сих пор охотится на Астал. Астал, таинь-те лихея, которую мы... Ладно, хватит болтать. Спасем и осталья найдем мерзавца и заставим его говорить. Именно. И нужно спешить. Эй, товарищ, ну четко идем. Ай, зачем ты? Ну, о, все, хорошо. Что-то не связанная речь совершенно. Но когда что-то делаешь с высокой частотой, как бы немного не успеваешь за всем следить. Рыцари, конечно, плотные. Вот что я хочу вам сказать. Но, наверное, нам это все с лихвой окупится за счет того, что... Давайте после этого боя не забудем посмотреть, сколько опыта нам дадут, а? Вот это было бы хорошо. Итак, опыт 463. Немного, кстати. За бандитов в этом... В особняке нам давали гораздо больше. Лимонное желе можем использовать. Давайте-ка это и сделаем. 60% максимум ОЗ. Вот так вот. Вот. Умные расходники. Это прекрасно. Э, мы с вами, видимо, сюда. Ой, 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 да. Ну, хорошо, хотя бы будет... Ой, 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 это прям этот... Заяц не судьбы. Ай-яй-яй. Прямо реально будто с него зайца не судьбы и срисовали. Эй, стой! Стой, тварюга! Ну-ка, а у нас маны нет ни на что. Прекрасно. Но... Заяц, заяц прыгущий, тварюга. Ух ты, там пёс чё-то смог. У-у-у. Ха-ха. Пёсик вообще красава. И тут рыцарь. Рыцарь. Чё-то он. Чё-то он не реагировал ни на что. Но зато стоял прям по стойке смирно. Прям чем непочётный караул. Ну ладно, если ты так до... Я блок сделал. Я, кстати, вот сейчас не хотел изменённый удар проводить. Идея была вот такое вот сделать, а потом тут же перейти вот в это полное комбо. Ну, всё. Добиваем. Добиваем гадёныша. Отлично. Кстати, давайте посмотрим, что у Флина там за талантищи. Потому что можем что-то включить. Но давайте силу включим. И тяжёлый удар. А-а-а. Тут можно много чего включить. Укрепление жизни. Расслабление ОЗ. Усиление параметров. Жизненные силы. Обмен опытом. Пусть будет. Духи. Хорошо. Навык плюс. Т-т-т-т-т-т. Защитное отражение. Магическое. Защита. А-а-а. Так. Ну-у-у. Ядовит удар. Отлично. Так ты так и не объяснился. Чем ты вообще думал, когда перекрыл дорогу на Нордополику ущелье Кадас? Я выполнял приказы Алексея. Использовать дрессированных монстров тоже приказал он? Скорее всего. Но ошибка была в том, что я не догадывался о быственной природе моих подчиненных. Я плохой командир. По крайней мере, ты осознал свою ошибку. И клянусь, я ее исправлю. Ну, будем на это надеяться. Заяц. О! Супер. Заяц застанется. Блин, конечно, было бы здорово иметь какую-то сверхсилу, которая нам позволяла бы после боя восстанавливать побольше ОТ. Потому что без них сразу наш поезд, грубо говоря, не едет. Эй, ты что боишь? Отлично. Зайчик готов. Джудит, ты какой-то устроила цирк дусалей. Опять лабиринт. Эть. Ну. О, прекрасно. Ну, не знаю, просто нам дали Флина 41 уровня, и я поэтому переживаю, что нам было бы неплохо с вами, типа, чуть-чуть подкачаться по возможности. Потому что если его дали такого уровня, то, скорее всего, дальше игра примерно на этот уровень врагов и заточена. И было бы очень грустно оказаться в ситуации, когда мы опять с вами не сможем убить босса. А, как бы, мы помним, да, что пункты сохранения, они могут быть спокойны, там, в получасе от босса. Ну, ладно, получаса не было, но 15 минут было. Так, ну, хоть здесь никуда выхода нет. Хорошо. Вверх или налево? Давайте постоянно поворачивать налево. Последняя комната похожа на эту. Все эти комнаты выглядят одинаково. Интересно, может, они все похожи? Пойду проверю, что там впереди. Рапид. Я слышал, что такие конструкции строили для того, чтобы повергать посетителей в шок. Наверное, это путь к храму. Сейчас не самое время копаться. Все в порядке, расслабься. Как мы и думали, все комнаты выглядят одинаково. Нюх Рапида тоже не очень-то хорошо работает. Понятно, мы не можем позволить себе тут заблудиться. Вот, использую это. Давайте по пути составим карту. Ты всегда так хорошо подготовлена. Кэрол, сможешь этим заняться? Ага, я с картами на ты. Положитесь на меня. Если облажаешься, у нас будут большие неприятности. Не говори так, ну же. Все будет хорошо, наверное. О-о-о. О, ничего себе. У нас теперь есть картограф личный. Мне кажется, ты все еще расстроен. Алексей, конченый негодяй. Верить ему глупо. Согласен. То, что он сделал, непростительно. Но. Никаких но. Мы не можем тратить время на сомнения. Уж теперь кто-то должен был понять, что он за человек. Ты права. Ты очень умна для своего возраста. Правда? Ну, в первый раз такое слышу. Мне бы твоя рассудительность. А? Вместе мы пойдем на в абордаж и сокрушим Алексея. Так и будет. Ну. А еще меня смущает надпись первый уровень. Точнее, минус первый уровень. Ой, со спины. Ну, ладно. Со спины это на самом деле не так плохо. Потому что у нас с вами в бою наконец-то примут участие те, кто давненько сидел в запасных и давненько не тратил свою ману. Ой. Ой-ой-ой. Вы специально его прямо от меня унесли, да? Ребятки. О, а Рита может лечить, кажется, да? Может, Риту в основной состав тогда? Как бы с ее лечебными способностями. Хотя она гораздо важнее, как дамагер. Но запасной вариант по лечению, это же хорошо. Угу. Сколько здесь врагов, а? Эй. Вообще, как мертвому припарк. О. Почему-то у... Это... У девчонки написали продвинутая. Что значит продвинутая, я не знаю, но кажется, она продвинутая какая-то. Интересно, это имеется в виду, что ее подвинули или... Ой. Или что она усиленная, типа каким-то раком. Да, готовки нам так не хватит до конца. Нет, лечебный флакон пока не будем. Если бы я тогда с леди и с Лизой, я защитил бы ее. Но все повернулось иначе. Она сама решила путешествовать с нами. Думаю, ты прав. Тогда это моя вина. Я ведь совсем не это имел в виду. В моем положении нелепо обвинять тебя. У тебя-то еще довольно неплохое положение. Может и так. Мне кажется, или тут вдруг стало душно, словно на море в штиль. Нет, просто Юрий и Флинн выясняют отношения. Ну да, разговоры какие-то довольно-таки душные. О. Нам бы здорово было бы, если бы кольцо еще разок грейданули. А знаете что? Давайте сразу с вами на мага побежим. Ай. Маг уже занят, смотрите-ка. Но у нас, благо, все могут постоять за себя. Ой. И тут пати к нам подкатывается. Вы видели, да? То есть, я такой. Все могут постоять за себя. Тут пати просто по полу такая. Вжих. О. Спасибо, девчонки. Теперь я. Прекрасно. О, Флинн сейчас падет. Унезапно. Флинн, ты как вообще там? Ммм. Блин. Давайте, наверное, пати действительно заменим на время на Риту и посмотрим, насколько она нас будет лечить. Если посмотреть навыки, правильно, приемы, то у Риты есть что-нибудь лечащее? Нет, у Риты нет. А у кого есть? А у Флинна есть первая помощь. Все. Тогда давайте пати вернем. Извини, Рита, но нам нужен кто-то пати. Где нам нужно? Хорошо, тут еще рыцарь. Давайте, если застанем, то разберемся. Угу. Ну, просто хочется быть... Да, она... Кстати, девчонки снова продвинутые. Смотрите-ка. Чтобы это не значило, она, короче, типа, крута. Ух ты. А чувак лежит все еще встанет. Эй. О. Релесть. Разложили. Почему Флинн так достается? У него либо бронька вообще никакая надета. Кстати, может, айтемы Флина глянем, а? То есть уровень-то ему дали, а вот шмот могли не дать. Я легко могу представить такой расклад. Ну-ка. Снаряжение. Флинн. Меч у него Орес. То есть меч ему дали хороший. Хорош, хороший. А щит? Вот этот лучше явно. А шлем мифриловый. Мифриловые латы. Ну, то есть... Не, его снарядили добротно. Повышает силу физатак? Не. Сделано... Повышает зарабатываемый рейтинг. Получить в полтора раза больше монет. Удача. Скорость убегания. Сопротивление в воде. О! Ну, нет. Время неподвижности. 3% от максимума ОЗ. Сопротивление. Воспослан нокаута в бою. О! Снимает расход ОТ на 33%. Во! Снижает физурон на 10%. Я так полагаю, что получаемый, а ненаносимый. Ну, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Потому что было бы странно, да? Типа хоп, и ты наносишь на 10% меньше урона. А теперь у меня снова вопрос насчет того, а не пропустили ли мы чего интересного, оставив в самом начале комнату неосмотренной. Так. Давайте-ка вот этого рыцаря-эпископа остановим вовремя. А то что-то тут она раскастовалась. Смотрите-ка. Да? Не будем кастовать? Девчули, не будем, не будем, не будем. Ну, стойте. Куда-то. Вот. Все, пакастовали. Ха-ха. Эть! Вот и все, комбо, друг. Слушайте, а Плин, смотрите, стоило нам просто ему дать это кольцо. Откуда у нее реген? У нее постоянно какой-то мини-реген идет. Заметили? Во, вот сейчас. А давайте, может, тогда, знаете, че? А снаряжение, допустим, Джудит, наденем не кроличью лапку на удачу, а вот то самое кольцо, которое изумрудное, да? На треть дешевле все приемы, я думаю, это нам очень даже зайдет. Кум? Ну, просто это... Если как бы переводить ценность, как будто бы у нее на треть больше ОТ. А так как у нее, ну, одна из самых больших количеств ОТ в нашей команде, то ей это и ценнее всего. Ну, либо второй вариант это Эстель и Рита, но поскольку Риту мы пока не используем, то девчули вполне нормально. Так, ну, а в планах у нас было идти по левой стороне, помним? Эй. Оп. Четко. Четко сработано. Прям вообще. Единственное, я уже начинаю сильно переживать насчет того, когда же мы с вами сможем сохраниться. Потому что я, например, уже в воду стал немного. Мне хотелось бы передохнуть вообще, отпиться и как-то это... Ну, не напрягать больше голосовые связки и остатки мозга. Ну, налево. Ого. Зато мы с вами пришли в тупичок. Стой. Не получилось. Я даже не знаю, кстати, с кем сражаться прикольнее. Ну, то есть, с одной стороны, рыцарь конкретно задал бы вот тем, что постоянно нас как-то умудряются бить толпой и очень легко и фиксировать. Эй, клевало, ты чё? Ого. Смотрите-ка, какой плин крутой. Вообще. Такое ощущение, что не мой главный персонаж игры, а он. Кстати, всегда меня это радовало в GRPG, что наш главный персонаж самый крутой, как правило. Ну, в итоге. Далеко не во всех играх такое правда. Хорошо. Яблочное желе, 30% фазе. Так. Сожрали. Сожрали. Нормально так сожрали. Хорошо. Пыщ-пыщ. Ну, стой ты. А. О! Прям в последний момент. Правда, тут и враги такие. Так, ну что, кролик? Чё-то кролик серьёзен не был. Ого. О, там пати, конечно, зажигает. Потому что пати — это тусовка. Адовасия, тусовка. Ну и народ активно качается. Пыньк. Эй. Эй. Ладно, в спину напади. О. Ну, потому что мне хочется, чтобы наши запасные тоже могли поучаствовать, а наши основные могли отдохнуть. По сути-то мы, если сейчас сразимся, то у нас только Юрий из основного состава хоть как-то потратит ману или здоровье, например. Ну, а плюсик всегда может что-нибудь стырить. Мы помним, что он умелец в этом плане. О. Легко, кстати, вот этой пати. Так, не едем дальше. Ого. Нормальная комната. Стой. Разъярился. Практически как в ДНД у Барда Кантриб, который, типа, шепот что-то там. Я не помню дословного названия. Вообще, названия, конечно, у сполов там, как правило, пафосные и запредельные. О, рыцарь. Уважаемый рыцарь. Все. До свидания. До свидания, уважаемый рыцарь. Эй, стой. Стой, стой. Во. Прекрасно. Нам падают какие-то рыцарские мечи, но настолько ли они хороши? А давайте проверим. В общем-то, новые скиллы нам никогда не помешают. Не, они вообще не хороши ни разу. Эх. И в спину нам не получилось их заманить. Ой, ой, ой. Досталось немножко. Но птички умирают довольно-таки бодро. Птичка? Эй, птичка, стой. Куда ты? Клина в спину клюешь. Вообще ни разу не по-рыцарски. Мне нравится, что птица может закрыть лицо руками и продолжать парить в воздухе. Такой навык довольно-таки полезный. Святой флакон нам не нужен. Упс. А, мы, кстати, с вами дошли до финальной комнаты. Вот что стоит отметить из важного. То есть, как минимум, мы знаем, что нам сюда не надо. Хотя, смотрите. А в стене вот, которую мы видим, да, видна дверь. А на самом деле ее нет. Ага. Недосмотр. Как можно играть в эту игру? Хе-хе. Так, ребятки. Опа. Во. Прекрасный кувырок. И давайте добивать вот этого оленя странного. Эй, странный олень. А неплохо мы справляемся. Так. Лимонное желе. Черт. Эй, а здесь? Ну. Да не нужно нам все это. Вот ведь. Ну, как минимум, мы с вами узнали, где пределы. За которые нам не стоит ходить. Дальше. Я не буду... Одну и ту же комнату дважды защищать. Мне кажется, это эребор. Хотя... Давайте чисто за экспой вернемся в предыдущую комнату. Потому что вот она, сохранялка. Это значит, что скоро мы с вами будем прощаться. Эй. Во. И лучше нам, конечно, тогда максимум выжить из того, что мы можем. Но плюс, по-моему, синяя вот эта сохранялка, она нас заодно и лечит. Так что, во-первых, у нас, если что, есть где кого грандить. Хотя, естественно, грандить мне бы не хотелось. Но на случай, да, важных переговоров у нас все есть. Эй. Давайте, ребят, давайте, по красоте. Так. Может, вы начало вернуться и проверить там? Да, слушайте, у нас вначале неосмотренная осталась комната. Ладно, в спину давай. В спину можно. Мы такие, типа, попу подставляем, такие... Ха-ха-ха, я стесняюсь. Во. Вот так вот птицу. Зафигачим. В принципе, если их пробегать, то все довольно-таки бодро проходит. Ну, просто я прям как чувствую, что там сейчас что-нибудь полезное будет забыто в той несчастной комнате. Ну, а, не успел я. Жаль. Так, это просто пустая комната. А это первая комната. И сюда зайдем. Ага. Так, птица, если в спину будешь? Будешь. В спину можно. Ха-ха. Ну, просто таким образом мы, как бы, наши ресурсы немножко потоньше размазываем. Получается, как бы все чуть-чуть могут попрактиковаться. Эй. Ну. Птица. И вот от птица осталось. О, маленькое птичье перо украдено. Какая прелесть. Прям трогательно. Оп, подают мало. Четыреста пятьдесят. Ага. Так, ну, хорошо. Раз, сундук. Опа. Так, начали шмотки падать. Это значит, что мы с вами на верном пути. Эй. Во. Угу. Хорошо. Хорошо. Так. Раз, шмоточка. Эй. Эй. Дырочка в стене. Эй. Ну, мы, видимо, типа, не можем пройти сейчас. А потом в новой игре плюс обязательно пройдем. Как бы. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Не, нафиг, нафиг, нафиг вас. Нафиг вас. Нафиг. Так. Ммм. Здесь тоже обойдем. Здесь даже обходить никого. Так. Прелестная птица нас не догонит. Слушайте, мы можем просто посередине комнаты пробегать, как ни в чем не бывало. Хм. Ну, вот. Вот и сохранялочка. А дальше тьма и непонятки. Ну, да ладно. Стью и непонятками будем разбираться в следующий раз. А пока что на этом у меня все. Спасибо Миша Лебедева, Миша Фомину, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Простоеду, Сергею Кайну, Рокки, Бальбоу, Антону Цару, Баратуманзо, Серджу Атерадоро, Фёсту, КДВ-45, Русс и Дарик Равчук. За то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что вы вместе со мной проходите игру. Ну, и на этом все. Удачи, счастливо. Пока-пока. До встречи.